Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Эксперты МАГАТЭ отметили значимый вклад Смоленск АЭС в успех корпоративной миссии «Ассарт» в концерне «Росэнергоатом». Ежегодная экологическая акция по зарыблению Десногорского водохранилища. Первенство Центрального федерального округа по баскетболу. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 32 энергоблока, в ремонте 4 блока. Суммарная мощность по концерну 27 226 мегаватт, выработка 176 500 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,4% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и второй энергоблоки нагрузка суммарная 2103 мегаватт, и существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ, 173 сутки ремонта. Выработка электроэнергии за 19 дней ноября составила 909 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 41 миллион. С начала года выработано 16,8 миллиарда киловатт-часов сверх плана 528 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС завершился трехдневный визит экспертов Международного агентства по атомной энергии в рамках корпоративной миссии АСАРТ, которую впервые принимает концерн «Росэнергоатом». Эксперты побывали с инспекционным обходом на атомной станции, провели 15 интервью с руководителями Смоленской АЭС в области корпоративного управления, корпоративного независимого ядерного надзора, технической поддержки. Пять дополнительных интервью по всем направлениям, а также фокус группы по вопросам корпоративного управления и культуры безопасности. Они определили темы, которые будут дополнительно обсуждать по возвращении в центральный аппарат. Проведенные наблюдения будут объединены с работой экспертов, которые посетили Кольскую и Балаковскую АЭС, и лягут в основу отчета о корпоративной миссии АСАРТ в акционерном обществе «Концерн Росэнергоатом». Руководитель секции МАГАТЭ Питер Таррен поблагодарил Смоленскую АЭС и центральный аппарат Росэнергоатома за отличные условия для работы экспертов и конструктивное взаимодействие. Он добавил, что на команду МАГАТЭ произвела большое впечатление гордость персонала российской культуры, а также многочисленность талантов, работающих на атомной станции. «Придаем большое значение корпоративной миссии. Рассматриваем ее как очередной шаг в деле повышения безопасности и получения международного опыта для совершенства нашей производственной деятельности». Корпоративная миссия АСАРТ проходит в концерне «Росэнергоатом» с 12 ноября по приглашению правительства Российской Федерации и госкорпорации «Росатом». Эксперты выполняют комплексный анализ девяти областей деятельности эксплуатирующей организации на соответствии нормам безопасности Международного агентства по атомной энергии Межправительственной организации системы ООН. Выезд на площадки – неотъемлемая часть корпоративной миссии АСАРТ для лучшего понимания того, как организовано взаимодействие. Эксперты с 14 по 16 ноября побывали на Смоленской, Балаковской и Кольской АЭС. Завершится проверка в Центральном аппарате 27 ноября. На Смоленской АЭС прошла ежегодная экологическая акция по зарыблению Десногорского водохранилища. Более шести тонн молоди, толстолобика и белого амура, выращенных в фермерском рыболовном хозяйстве в Орловской области, выпущены в водоем-охладитель. На природоохранные мероприятия Смоленская АЭС направила более 800 тысяч рублей. Десногорское водохранилище – неотъемлемая часть технологического процесса производства электроэнергии на атомной станции. Использование воды водоема-охладителя обеспечивает работу теплообменного оборудования, а также технических систем защиты АЭС. Толстолобик и Белый Амур – восполняемый биоресурс. Они не размножаются в наших широтах, кроме того, количество особей снижается из-за вылова рыбаками. Поэтому для достижения эффекта биомиллиорации необходимо каждый год проводить зарыбление водохранилища. Программа заселения водоема-охладителя растительноядными рыбами реализуется в Смоленской АЭС с 2001 года. Это мероприятие очень нужно также для того, чтобы биоразнообразие было в водохранилище, для того, что Толстолобик здесь не размножается, и Белый Амур не размножается. И его надо пополнять. Поэтому, к сожалению, еще бывают такие моменты, как антропогенная нагрузка, и браконьеры вылавливают, и рыбаки. Ежегодное зарыбление водохранилища позволяет поддерживать его экологическое состояние на высоком уровне. Об этом свидетельствуют и показатели проб воды, проводимые специалистами отдела охраны окружающей среды атомной станции в течение года. 17 и 18 ноября физкультурно-оздоровителям комплекте Десна прошло первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд «Динамо-Росэнергоатом» САЭС в Десногорск и «Арсенал-2» Тула. Болельщики наслаждались хорошей игрой нашей мужской команды. Десногорцы четко использовали свои сильные стороны, обеспечили явное преимущество и дважды вышли победителем. У нас сегодня прекрасная игра. Наша команда впервые играет на таком высоком уровне. Все-таки чемпионат Центрального федерального округа. Надеюсь, что чемпионат сложится удачно. Ребята готовились. Лидером атомщиков во встречах с «Арсеналом-2» стал Андрей Матвеев, принесший в первый день 36 очков, во второй – 18. На счету Игоря Гладышева в общей сложности 28 очков, Дмитрия Татарчука – 27, Даниэля Кобедина – 20, Даниила Томиловского – 15. Данный проект реализуется на нашей территории при поддержке концерна «Росэнергоатом», Смоленской атомной станции, администрации муниципального образования города и партии «Единая Россия». Потому что это проект, который реализуется не только на территории Десногорска, а в том числе на территории Смоленской области и в ряде наших атомных городов. Сегодня наши спортсмены и гости покажут красивый баскетбол и всем, кто находится в этом зале, взрослым и детям, это понравится. С 13 по 15 ноября в реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре состоялся турнир «Юниор-баскет» среди школьных команд Десногорска, организованный Смоленской АЭС и Центром спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом». В нем приняли участие 40 юных спортсменов 2007 года рождения и младше. Шесть матчей были напряженными и непредсказуемыми. Победу одержала команда школы номер два. Второе место у команды школы номер три. Третье у команды школы номер один. Лучшими игроками стали Дарья Дробкова, Даниил Блохин, Максим Назаров, Андрей Мартынов. Кто-то после соревнований остается, записывается на секции. Те, кто занимаются уже в секциях, они, соответственно, могут свои... То, что они натренировали на тренировках, они могут проявить, показать в играх. С 24 по 25 ноября физкультурно-оздоровительном комплексе Десна мужская команда проведет очередной тур первенства Центрального федерального округа с липецкими баскетболистами. Наши игроки будут рады заполненным трибуном. Они утверждают, что поддержка болельщиков придает энергии и не позволяет сдаваться в сложные моменты. В эти же дни ребята 2007 года рождения и младше примут участие в турнире памяти героя СССР Семена Алексеевича Лавочкина, который пройдет в Смоленске. А на следующей неделе стартуют соревнования между командами школ среди учащихся 2005 года и младше. Очень нравится отношение старших к младшим. Очень нравится, что появляется некая преемственность поколений, потому что баскетбол в Десногорске, он был значительно раньше до прихода проекта «Планета баскетбола» лет на 30. И есть люди, которые сегодня, имея какие-то, как и я, определенные года, которые начинали здесь баскетбол вместе со строительством города, вместе со строительством станции. И наша задача, чтобы вот эта преемственность, эта история сохранилась. Они с удовольствием ходят к нашим молодым ребятам и девчатам, они с ними общаются, у нас есть некие общие мероприятия. Очень хочется баскетбольной семьи, потому что вот эта атмосфера – это самое главное. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. С 20 по 30 ноября Совет ветеранов Смоленской АЭС организует мастер-классы «Плетение из лозы» для школьников в Историко-Краеведческом музее Десногорска. Предварительная запись по телефону музея 747-56-336-86. 24 ноября в 12.00 в Историко-Краеведческом музее мастер-класс для всех желающих. 25 ноября в 12.00 в детской музыкальной школе состоится праздничная программа, посвященная Дню Матери. Приглашаем всех желающих! На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин